Миры Артёма Каменистого Стикс Дмитрий Крам Подкидыши Улья Пролог Андрей просыпался в этой квартире уже не одну сотню раз И всё шло по одному и тому же сюжету Споры неизвестного вируса проникали в его тело И оно покорно принимало волю нового хозяина Готовая выполнять все его желания А желание у него было только одно Убивать и есть Больше пищи, больше материала для перестройки Больше материала, больше изменения в теле А чем больше изменения, тем он сильнее и смертоноснее А значит, ещё больше пищи Замкнутый круг Но в этот раз что-то пошло не так И Андрею повезло в лотерее Улья Глава первая Нетипичное утро Андрей проснулся от странного шума Причём не мог понять Доносится этот звук из подъезда или с улицы С трудом продрал глаза, буквально руками помогая им открыться Повернул голову направо Ника спала Взерушенные пряди закрывали половину лица А одеяло сползло Аппетитно оголив плечики Он улыбнулся и дал себе вдоволь полюбоваться этой красотой Чтобы прервать воистину богатырский для такой хрупкой девушки, как она, сон Нужно что-то большее, чем посторонний шум Андрей снова прислушался После чего заключил, что звук доносится и с улицы, и из подъезда Да что там такое Любопытство победило лень, которая часто накатывает после пробуждения И он заставил себя встать При этом в голове отдалось с такой болью Словно ему провели операцию по замене черепа И сейчас прекратило действовать обезболивающее Они с Никой жили в небольшой однушке на первом этаже в старом трехэтажном доме Поэтому на выходящих во двор окнах были решетки А иначе в нашей стране никак Увиденное Андрею совершенно не понравилось Десятка соседа сверху впечаталась в бок синей нивы Причем, судя по битому стеклу и следам крови, тут и там Без жертв не обошлось Но как такое могло произойти? По узкой дороге, испечренной колдобинами Не поездишь больше десяти километров в час Не к добру это все В соседнем дворе тоже наблюдалось странное движение Группа то ли бомжей, то ли просто алкоголиков Столпилась у внедорожника с завышенной посадкой И долбила руками по корпусу авто Стекла машины были затонированы И Андрей не разглядел, есть ли кто в автомобиле Но зато он видел, что движения у этих бродяг Какие-то неестественные Словно лупят не руками, а свернутыми мокрыми полотенцами Почему никто не вызовет полицию? Андрей предпочитал лишний раз не связываться с блюстителями правопорядка Он относился к той категории людей, что произносят мусор и мент гораздо чаще, чем полицейский Номер машины С-37СС говорит об уровне доходов ее владельца Он, конечно, не самый правильный парень на свете, но, похоже, придется переступить через себя и сообщить о происходящем Андрей взял телефон и глянул на часы 6.00 Еще час до будильника Несмотря на выходной, он не любил позволять себе спать больше восьми часов И плевать, что они потом с Никой не вылезут из кровати раньше десяти Будут нежиться и болтать о планах на будущее или же о всяких пустяках Сети нет Попробовал на мобильном Нике То же самое Лампочки на коробке роутера горят, как зрачок терминатора А значит, и интернет отсутствует Так, стоп Они вообще не горят То есть электричества тоже нет Видимо, показалось Подумал Андрей Как всегда бывает у него в таких ситуациях Откуда-то из глубин сознания требовательно постучалась интуиция Подсознание уже обработало всю информацию И теперь, что есть мочи, стучит в тревожный гонг Андрей привык ей доверять Ведь в последний раз, когда он ее ослушался Произошли самые худшие события в его жизни Из-за чего он в свои 22 был абсолютно седой Андрей не догадывался, что это еще цветочки По сравнению с тем, что его ждет впереди Он поспешно оделся и умылся Вода в кране текла маленькой струйкой и без напора Шевеление в подъезде не прекратилось Он приложил ухо к двери Похоже, кто-то с силой долбится в двери на верхних этажах Андрей глянул в глазок и отпрянул Даже сквозь его поцарапанное и затертое стекло Можно было разглядеть, что вся лестничная площадка Залита кровью и пропитавшимся ею рваным тряпьем Так спокойно Андрей взял из шкафа складной нож и положил в правый карман джинсов Если что-то случится, ему нужно защитить не только себя, но и Нику Его красотка по-прежнему крепко спит И плевать она хотела на то, что ее парень уже мысленно забаррикадировал дверь И собрал два рюкзака Кстати, о дверях Как думалось Андрею, эта современная дверь из прессованной жести Лишь создает иллюзию безопасности Если кто-то и вправду захочет проникнуть в его квартиру То сделает это без труда Просто вырезав консервным ножом область, где крепится замок Андрей приготовил завтрак и пошел будить Нику Предстоит нелегкий разговор Он еще не знал, как донести свои опасения до девушки Солнышко, протянул он ласково, целуя ее в щеку Пора вставать Девушка потянулась, отчего одеяло сползло вниз, оголив спелую девичью грудь Андрей с трудом отогнал похабные мысли, не подходящие сейчас для этого времени Ника глянула на телефон и, подняв на Андрея взгляд прекрасных глаз, спросила Чего в такую рань подскочил? Объясню, когда поешь Поднимайся, я чаю уже вскипятил Он умолчал, что для этого ему пришлось перерыть всю квартиру в поисках спиртовки Ника обожала валяться по утрам И потому, разочарованная подобным ответом, девушка уже хотела было обидеться И даже придумала позу, которая будет лучше всего сигнализировать «Не подходи ко мне!» Но в последний момент передумала, посмотрев в глаза Андрея Такой взгляд у него был в начале их отношений Настороженный, колючий и холодный Прошло много времени, пока она не растопила этот холод Она молча умылась и оделась Причем сделала это в два раза быстрее обычного Чувство тревоги и любопытства подгоняют лучше всяких слов «У меня голова кружится и поташнивает слегка», – пожаловалась девушка «Я тоже себя не очень чувствую», – признался Андрей «Может, отравление?» – подумал он Андрей стоял у окна, аккуратно выглядывая то с одного, то с другого края шторы И с опаской глядел на улицу Завтракали они молча За это время Андрей несколько раз бегал в комнату и поглядывал еще и в то окно Все попытки Ники узнать причины его поведения, как и попытки посмотреть в окно самой, Пресекались красноречивым «Надо сначала поесть нормально» Ника доверяла Андрею За все полтора года их отношений он ни разу не дал повод усомниться в ее выборе Да и не она его выбирала, а он ее Но все же его поведение пугало девушку Андрей в очередной раз выглянул в окошко и побледнел Бомжи все-таки добрались до содержимого внедорожника Тучного мужика выволокли на дорогу и принялись рвать зубами Буквально вырывая и пережевывая куски его плоти Андрей провернул ручку окна, поставив его в режим форточки Звуки улицы тут же бесцеремонно ворвались в пространство квартиры Вой сирен, крики, пыхтения, какая-то неразличимая возня Хлопок выстрела и еще, и еще Где-то совсем рядом, за домом Андрей, что происходит? Закусывая губу, спросила Ника Он отпрянул от окна и, уставившись в одну точку, попытался подобрать слова Я пока не знаю, слишком мало информации Если кратко, то безумие какое-то Не бойся, ты же меня знаешь, я что-нибудь придумаю А пока давай соберем рюкзаки, возможно, нам придется свалить отсюда Глазаники покраснели, а в уголках начали скапливаться слезинки Можно мне посмотреть в окно? Краем глаза Вздохнул, согласился Андрей Если что, раковина рядом Зачем мне раковина? Посмотри, поймешь Ника с опаской выглянула на улицу Ее брови поползли вверх, когда она увидела столкнувшиеся машины Затем перевела взгляд дальше и, коротко взвизгнув, отпрыгнула от окна, налетев на Андрея И тут началось то, что он всеми силами оттягивал Настоящая женская истерика Андрей благоразумно не стал сразу успокаивать Нику Решил дождаться, пока все эмоции выплеснутся наружу, а он в это время соберет рюкзак Ничего особенного Обычный бюджетный вариант небольшого походного рюкзака на 30 литров Забил его только наполовину, положив самое необходимое Запасной комплект одежды, теплые вещи, все консервы, что нашел в холодильнике Двухлитровую бутыль воды и маленькую дедовскую фляжку с водкой Железную кружку, микроаптечку, фонарик Еще один складной нож и коробок соли Бинт, презерватив вместо жгута, зажигалку и спички Позже положит в карман Прошло минут 15 и, судя по звукам, истерика подошла к завершающей фазе Мой выход Промелькнула в голове мысль Андрей поставил рюкзак в коридор и сверху на него положил мачете Обычный рабочий инструмент Он его брал в свое время для рубки мяса Мороженую курицу разрубает на раз-два С костями черепа тоже должен справиться в случае чего Андрей прилег рядом с Никой на диван и обнял тихонько всхлипывавшую девушку Успокоилась? Нет! Обиженно выдала она Они... они... ты видел? Захлебываясь от эмоций, спросила Ника Видел Что происходит? Пока рабочая версия зомби-апокалипсис, а там посмотрим по обстоятельствам Пока Андрей собирал рюкзак, он думал о происходящем И как любитель тематики поостапа пришел именно к такому выводу Разумеется, как у каждого, кто прочел пару-тройку фантастических книг на эту тематику У него в голове уже давно созрел план действий на всякого рода ЧП Что мы будем делать? Выбираться из города Здесь слишком много народа, а значит и зомби Надо уходить и в деревню к деду До нее около ста километров Думаю, дня за три-четыре на своих двоих дочапаем Девушку такая перспектива явно не прельщала Нельзя уходить, а как же полиция, армия? У полиции свои семьи, а крупных военных частей у нас в области нет Так что не стоит рассчитывать на скорую подмогу Особенно если зомби-ленд по всему миру начался К тому же через пару дней часть выживших начнут мародерить и беспределить по-крупному А у нас из огнестрельного оружия только твои глазки Они, конечно, валят на повал Но, боюсь, сейчас это нам на руку не сыграет Скорее наоборот В таких ситуациях люди голову теряют Когда людской закон больше не действует Ему на смену приходит закон природы Выживает сильнейший Мы пока слишком мало знаем Но готовиться надо к худшему Так что не стоит скидывать со счетов версию, что эпидемия с нас началась Тогда правительство может пойти на радикальные меры Одна бомба гораздо дешевле, чем весь мир в руинах К тому же всегда можно отмазаться Мол, технологическая катастрофа Разбираться что да как у нас никогда не любили Так что валить отсюда надо И как можно быстрее Но Рюкзак собери Оборвал ее Андрей Положи туда запасной комплект одежды, теплые шмотки И на себя накинь что-нибудь поудобней В общем, не дура вроде Разберешься Я скоро вернусь Куда ты собрался? Ника испуганно вскинулась и схватила Андрея за руку Надо подъезд зачистить и с соседями пообщаться Может кто еще выжил Не уходи, Андрей Не оставляй меня одну Взмолилась Ника, а в уголках глаз снова начали скапливаться слезы Значит так Я все понимаю Ты привыкла жить в комфорте и без лишних стрессов А сейчас все резко поменялось Я вытащу нас из этого дерьма Но мне нужно, чтобы ты взяла себя в руки Понимаешь? Ника нехотя кивнула Хорошо Подъезд обязательно нужно зачистить Не хотелось бы, чтобы кто-нибудь укусил тебя за попку Когда мы будем покидать сию обитель Я же ревнивый И на твои булки кроме меня зариться никому не позволю К тому же кто-то из соседей может что-то по телек увидел До того, как электричество пропало Нам информация нужна как воздух В теории зомби смертны Нужно лишь повредить им мозг Вот и проверим А то вдруг в разгар нашего побега мы обнаружим Что наши бывшие сограждане Ныне представляющие фракцию нежити Прекрасно обходятся без головы Более того Им без нее удобнее бегать Да и никаких рефлексий тогда точно не предвидится Как ты можешь шутить в такое время? Это солнце мое нервное Защитная реакция организма Юмор помогает пережить проблемы На то он и юмор В общем, тебе есть чем заняться Я пошел Кстати Андрей достал из шкафа еще один нож Этот, кажется, друзья дарили Вот, держи Прицепи на пояс Ножны держи всегда закрытыми А то может выпасть при беге Если не вернусь через полчаса Сваливай без меня Не надо смотреть на меня такими глазами И реветь снова не вздумай, а то оставлю тебя здесь А сам найду себе брутальную байкершу Которая мертвяка пришить, что тебе глаза накрасить Глаза красить не так уж и просто Не важно Все, я ушел Закройся за мной С этими словами Андрей чмокнул девушку в макушку И направился на выход Хлопнув себя по лбу за забывчивость Вернулся в комнату, где долго копался в шкафу Пока не нашел берцы Старые, но надежные, как автомат Калашникова Фух, ну теперь вроде все Подумал он, зашнуровываясь Похлопал себя по карманам Проверяя на месте ли нож, бинт и прочее Пару раз скрутанул в руке мачете Привыкая к его весу Щелкнул фонариком Горит отлично Залог выживания в любых экстремальных условиях Состоит из трех компонентов Желание остаться в живых Этого у Андрея хоть отбавляй Специальные знания Тут пока голяк Ведь он, по сути, понятия не имеет, что происходит И снаряжение В данной конкретной ситуации Это огнестрельное оружие Ведь бояться нужно не только зомби, но и людей Причем последних гораздо больше Итого Один из трех Ну да ладно Андрей и при таком раскладе был готов побарахтаться Хоть бы это было так же легко, как в кино Прошептал Андрей И припал ухом к двери В подъезде Определенно кто-то был Причем этот кто-то Явно не совсем адекватен Андрей сделал Три глубоких вдоха Открыл дверь, проклиная создателей Замков за столь шумный механизм И вышел в подъезд Дверь за его спиной с грохотом захлопнулась Отрезая путь к отступлению Ника несколько раз провернула засов Прижалась спиной к двери И тихо плача Сползла на пол За что ей все это? Ведь все было так хорошо С тех пор, как она сошлась с Андреем Эти полтора года Были самые счастливые в жизни их обоих А тут такое Ника разрывалась на части от противоречий С одной стороны, ей хотелось припасть к глазку и наблюдать Несмотря на свой атеизм Молиться всем богам, чтобы у Андрея все было хорошо С другой, она боялась увидеть, как его убьют И остаться одной в этом кошмаре Андрей часто упрекал ее за то, что она всегда представляла худший исход ситуации Так ей проще было принять негативный результат, если все кончится плохо Так все, нужно взять себя в руки Один раз ради Андрея Если он вернется Тьфу, дура! Когда он вернется, рюкзак должен быть собран Ника встала и направилась в комнату, напевая дурацкую попсовую песню Лишь бы не слышать того, что сейчас начнется в подъезде Андрей дождался, пока провернется засов и щелкнул фонариком На верхних этажах площадки освещаются через окна Но на первом пространство от подъездной двери до квартир находилось в полумраке К тому же под лестницу свет вообще не проникал Непонятные звуки наверху затихли Андрей осмотрелся, боясь даже пошевелиться Сцена перед дверью читалась легко, как детская книга Тут явно кого-то схарчили В обрывках пропитанного кровью тряпья валялись кости Кровавый след идет в соседскую дверь На каждом этаже по четыре квартиры Его крайняя справа под номером один В двух соседних двери были приоткрыты «Так же легко, как мороженую курицу Так же легко, как в кино» Повторял он в голове глупую мантру Андрею уже приходилось убивать Но то было убийство в состоянии аффекта Он помнил лишь черную пелену А потом, как приходит в себя бредущим по дороге По локоть перепачканным в крови Только он сделал шаг к соседской двери Как сверху раздался дикий гортанный крик Сменившийся урчанием Кто-то очень быстро спускался с третьего этажа Сердце Андрея бешено заколотилось А мантра в голове ускорилась Еще секунда, и противник показался на лестничной площадке Босой мужик среднего роста в трениках и окровавленной майке Алкоголичке Сосед со второго этажа Они там все живут от пьянки до пьянки Самое страшное, что у них у всех дети В глазу у него торчала вилка На которой висел кусок колбасы Видно, обратился прям посреди застолья Завидев Андрея, он буквально перепрыгнул через весь пролет И с грохотом влетел в железную дверь Отчего в ней образовалась вмятина А у мертвяка наружу вылезла ключичная кость Он попытался подняться, но завалился Видно, не рассчитал свои силы И удара дверь не прошел бесследно Андрей воспользовался заминкой противника И нанес мощный рубящий удар сверху вниз Лезвие прошло вскользь Срезав часть скальпа и уха И вошло в плечо Мертвяк заурчал и подался вперед Андрей что было силы пнул его в голову Вырвал мачете и еще приложился по мертвяку На этот раз более удачно Лезвие с хрустом разрубило кость Тело твари безвольно рухнуло на пол И задергалось в конвульсиях С грохотом открылась дверь справа от Андрея И переродившаяся соседка С завидной для струхи прытью Накинулась на Андрея Тот лишь успел выдернуть лезвие И развернуть корпус Закрывая лицо от зубов монстра Тварь впилась в предплечье И толкнула Андрея назад Он больно стукнулся спиной о перила И выронив мачете Грохнулся на пол Зомби мерзко урчало Пытаясь добраться до вожделенной плоти Андрей пальцами выдавил глаза твари Но это мало помогло Мышцы постепенно забивались Его силы были на исходе На лицо ему капала кровавая слюна твари Еще немного и его вырвет от этого зловония Снова подставив искалеченную правую руку Левой Андрей дотянулся до ножа И щелкнув кнопкой всадил клинок Под подбородок старухи Тварь еще дергалась А Андрей уже отпустил руки Не в силах больше удерживать вес ее тела Он пролежал так несколько минут Восстанавливая дыхание Затем выбравшись из-под тела Рукавом вытер лицо Подобрал мачете Прислушался Сердце билось так сильно Что заглушало все остальные звуки Стараясь медленно и глубоко дышать Выждал еще пару минут По всему подъезду Бывшие соседи Изнутри ломились в двери Звук схватки Привел их в бешенство И вечный голод Еще требовательнее Подталкивал к действиям Андрей вынул нож И кое-как протерев его О платье мертвой старухи Повесил за клипсу на пояс Чтоб в случае чего Не лезть в карман Он решил, что будет проверять Все квартиры по очереди Возможно найдутся еще открытые Или те В которых остались нормальные люди Начал он с той Откуда вылетела соседка Андрей подпер вторую Незапертую дверь Телами мертвяков Не хотелось бы, чтобы оттуда Снова кто-то набросился на него В самый неподходящий момент А трупы в случае чего Дадут ему драгоценные Несколько секунд Чтобы перегруппироваться Андрей резко дернул дверь на себя В квартире пахло старухами Этот запах ни с чем не спутаешь Он быстро прошел по коридору Открыл туалет Пусто Заглянул в комнату Никого На кухне та же история Тогда он вернулся к двери И запер ее на засов Зашел в ванну Умылся Нашел в шкафу чистую простынь И отрезав тонкий лоскут Замотал им укусы На первое время сойдет А как закончит во всем подъезде Займется им всерьез Сейчас его волновало не это Надо было найти ключи От четвертой квартиры Андрей знал, что старушки общались И пару раз замечал их за тем Что одна не докричавшись до другой Отпирала дверь со своего ключа Немного порывшись Он обнаружил искомое Снова выйдя на площадку Андрей сначала посмотрел на трупы Лежат на месте Затем постучал в дверь своей квартиры Закрыл глазок пальцем Выждал пару секунд и сказал Солнышко, это я Как ты? Раздался из-за двери взволнованный голос Ники Да все замечательно Размялся с утра Говорят полезно Только замарался чуток Дурак ты И шутки у тебя дурацкие Я тебя тоже люблю Я таймер обновить пришел Чего? Ну я говорил, если не вернусь через полчаса Бла-бла-бла Ну так вот Теперь снова можешь отсчитывать полчаса Рюкзак собрала? Да Приду проверю Не дай бог найду там розовые тапочки Или еще чего в этом духе Все Я ускакал спасать мир Не смотри в глазок Хорошо Вот и умница Ника облегченно выдохнула Но секунду помявшись Все-таки не стала смотреть в глазок И отправилась в комнату Андрей оттащил тела от третьей квартиры И осторожно потянул ручку на себя Дверь предательски скрипнула Андрей вошел внутрь И по той же схеме осмотрел квартиру Хозяина на месте он не обнаружил Видимо это его Останки валялись прямо перед дверью Андрей бегло осмотрел помещение На наличие полезных вещей И запомнил Что где лежит Четвертую квартиру Вон отперс ключа Внутри Все тот же запах старух С примесью кошачьего Кота не было Или он слишком хорошо спрятался А вот хозяйка нашлась тут же Лежала в своей постели мертвой Похоже просто умерла во сне Возможно еще не восстала А может просто ее время пришло А может и последствия всего происходящего Сказались Андрей мог лишь строить теории Ведь он пока не знал ничего О причинах текущих событий Но на всякий случай Пробил ей мозг через глазницу Найденной в предыдущей квартире отверткой Так продвигался от квартиры к квартире Сначала звал людей Чаще всего в ответ доносилось мерзкое урчание Тогда Андрей высверливал замки дрелью с аккумулятором Без сломанных сверл конечно не обошлось И упокаивал мертвяка Мертвяка или мертвяков Он надеялся найти кого-нибудь в нормальном состоянии Или что-нибудь из оружия Серьезнее чем его мачете Пока нашел лишь маленький топорик Вручит его Нике Если правильно ударить Даже женщина сможет проломить череп Пару раз на него накатывали приступы дурноты Андрей списывал их на реакцию организма на стресс Общее переутомление и переизбыток адреналина Две двери он так и не смог открыть Слишком мудреные там были замки Некоторые зомби покинули свои жилища Самым доступным для них способом Просто выбив окно Ему же лучше, меньше работы В одной из квартир обнаружил совсем неприглядное зрелище Двух детей и женщину Все с проломленными черепами Судя по виду все они были обращенными Рядом в углу комнаты сидел мужик лет сорока С окровавленным молотком в руках И смотря в одну точку Что-то причитал и раскачивался Андрей окликнул его Но тот никак не реагировал Да он в абсолютно неадекватном состоянии И может накинуться на Андрея с молотком Но пройти мимо в такой ситуации Это не в его стиле После еще нескольких бесплодных попыток докричаться Андрей покинул место ужасной драмы Хорошо, что Ника не с ним Ее психика точно такого бы не выдержала Один раз его чуть не съели Это было уже в самом конце Когда он зачищал третий этаж Слишком расслабился после десяти убитых зомби Он достаточно приноровился И процесс перестал казаться таким сложным Зашел в очередную квартиру Внутри явно воняло мертвичиной Андрей напрягся Медленно продвигался В комнате обнаружил следы большого пиршества По всему помещению были разбросаны кости и потроха Он насчитал как минимум четыре черепа Видами любых человеческих останков его не смутить Он два месяца провел на войне Где только и занимался Что перевозкой раненых разной степени тяжести И трупов разной степени разложения Пока его не комиссовали после одного неприятного инцидента Хотя всю эту войну можно было считать Одним большим неприятным инцидентом Его удивило, что зомби в комнате он не обнаружил И окна были целы Андрей направился на кухню Там окна тоже не повреждены В этот момент тварь выскочила из-за холодильника Таких резвых до этого ему не попадалось Он едва успел отпрыгнуть назад И рефлекторно выкинуть руку в сторону угрозы Он располосовал лицо монстра Но судя по отсутствию штанов и запачканным ногам Мертвец не сильно пекся о своей внешности Тварь повторила рывок И сама насадила себя на лезвие мачете Ухватив Андрея Она продолжала двигаться на него А лезвие клинка входило все глубже Андрей повел клинок вниз Распарывая брюхо мертвеца Его обдала смрадом разрезаемых внутренностей От дурного запаха на секунду даже помутнело в глазах Но монстр упрямо пытался добраться до вкусной тушки Андрея Андрей повернул клинок Переведя его в горизонтальное положение По звериному закричав Он напряг все силы И начал толкать тварь Пока та не уперлась спиной в стену Тогда Андрей нащупал лезвием стык позвонков И еще больше усилил натиск Наконец мачете уперся в стену А тварь, растеряв былые силы Рухнула на пол Но продолжала ползти в его сторону Жалкое зрелище Андрей с силой приложился берцем по башке твари Затем еще и еще и еще Пока не превратил ее в кроваво-костную массу Выглядело так, словно блендер поработал Плевать, что штаны по колено забрызгал Он вообще боялся смотреть в зеркало Даже примерно не хотел знать На что он сейчас похож Лишь вытер кухонным полотенцем берцы Андрей стаскал все трупы в квартиру С выбитыми окнами на третьем этаже Кто знает, сколько им еще придется Просидеть в этом подъезде Не хотелось бы задохнуться от запаха разложения Он-то привык к подобному Но ему приходилось заботиться не только о себе Когда Андрей стаскивал тела, то по возможности осматривал их Почти у всех зомби на затылке находилось что-то вроде небольшой гематомы У всех она была разного размера и разной степени твердости Самая большая была у резвой твари, что набросилась на него из-за холодильника Надо сказать, у нее имелись и другие существенные изменения Например, челюстной аппарат как-то странно изменился Да и зубы больше стали похожи на клыки Разумеется, Андрей не удержался и покопался внутри нароста на затылке К его удивлению, там не оказалось того, что можно обычно обнаружить внутри опухолей Там было сухо, словно он залез не в тело живого существа А у мешочек с черной паутиной, словно состоящей из толченого угля Внутри, у самой страшной твари, там было что-то вроде головки чеснока Он ее расковырял, но ничего не обнаружил Надо записать эту странность в свой склерозник Все это неспроста Он разбил в квартире пару бутыльков с одеколоном и плотно закрыл дверь Может, хоть немного поможет сдержать запах Так же сделал и на лестничной площадке третьего этажа Андрей глянул на часы Уже одиннадцать двадцать пять Затем Андрей порылся по квартирам в поисках чистых вещей Нашел добротные камуфляжные штаны и плотную кожаную куртку по типу байкерской Будь он в такой, вряд ли тварь смогла бы прокусить плотный материал В подтверждение своей теории он попробовал материал на зуб и убедился, что был прав Наконец дело дошло до его укусов Раны выглядели лучше, чем ощущалось Два рваных следа от зубов, один внахлест на другой Андрей хорошенько промыл их перекисью, обработал зеленкой и плотно забинтовал Теперь осталось найти подходящую кофту, чтоб скрывала следы от Ники Он не хотел, чтобы она лишний раз переживала Для ее психики и так начались непростые времена Возможность заражения через укус была пятьдесят на пятьдесят Он специально осмотрел все тела на предмет укусов и ничего не обнаружил Но все-таки такую вероятность не стоит списывать со счетов Поэтому нужно как можно раньше вывести Нику из города Возможно у него в запасе еще несколько дней, а может и часов Вечно оберегать Нику не получится Надо потихоньку готовить ее к местным реалиям Поэтому спустившись он в первую очередь вручил ей топор Быстро соорудив грубое подобие ножен и петлю для крепления на поясе Теперь без него никуда Забыла топор, считай, забыла руки, поняла? Да, там есть кто-нибудь нормальный? Ну, нормальным его назвать сложно По крайней мере, не обращенный в зомби, это уже хорошо Сейчас мы пойдем и быстро кое-что сделаем А затем будем сваливать отсюда Вот на день Андрей протянул ей к ужинку Ты что, ее украл? Не мой размер, великовато Глупенькая, не украл, а позаимствовал Времена модных вещей кончились Началась эпоха практичных Ника тяжело вздохнула и напялила на себя куртку Что нужно сделать? Сейчас пойдем мародерить хаты на предмет лекарств и консервов Запасы у нас не ахти А кто знает, как она дальше все повернется На тебе первый этаж, на мне остальные Ну, там же трупы Сморщилась Ника Не боись, нет их там Все, пошли Он понимал, что это нужно сделать Сейчас она пройдет мимо костей в подъезде В одиночку походит по залитым кровью квартирам И начнет потихоньку осознавать Что старый образ жизни остался далеко в прошлом И если он когда-нибудь и вернется То очень не скоро Спустя 20 минут Они снова сидели в своей квартире И Андрей создавал два набора мини-аптечек Спешно объяснил Ники В каком порядке вещи должны ложиться в рюкзак А на арбузе и футбольном мяче показывал Как именно нужно пробивать черепушку зомби Субтитры сделал DimaTorzok